Ну что, друзья, настало время к пятой части нашего маркетинг-плана. Здесь мы поговорим о деньгах, о выплатах. Наконец-то это интересная тема. Сколько же денег здесь можно зарабатывать? Сколько денег здесь зарабатывают? Для начала давайте нарисую такую схему, которую мы наблюдаем на протяжении двух лет, как мы работаем в компании. Когда человек начинает работать, активно включается и, можно сказать, как минимум 10 часов в день уделяет компании, он работает-работает, в первый месяц он зарабатывает ничего. Во второй месяц, продолжая работать активно, человек опять-таки ничего не зарабатывает. И это среднестатистически. Чаще всего на третий месяц, начиная, человек начинает закрывать свой первый бинарный шаг. Закрывает первый бинарный шаг, условно около 50 долларов получает. Далее за четвертый месяц он может закрыть уже 1-2 бинарных шагов и заработать 50-100 долларов. За пятый месяц работы это может быть 1-3 бинарных шага. За шестой месяц это обычно уже 2-4 бинарных шагов, то 200 долларов. С 7 по 12 месяц за вторые полгода работы в компании человек делает рывок и зарабатывает около 1000 долларов, закрывая свой первый ранг мастер-продаж в первый раз. Вот такую схему мы наблюдаем много раз уже и более 100 человек у нас в команде закрыли ранг мастера-продаж примерно по такой схеме. Кто-то быстрее, кто-то медленнее, но в среднем примерно такую картину мы видим. И эта картина, она более-менее справедлива и для нас с Микой. Когда мы зарегистрировались в компании, первый месяц мы ничего не заработали, потому что мы были потребителями. Мы тогда и не работали. То есть мы также 0 в первый месяц заработали. Это был у нас ноябрь месяц 2018 года. В декабре мы опять-таки ничего не заработали, но мы уже начали потихонечку строить структуру. И здесь мы уже прониклись доверием компании к продукции, мы уже много чего попробовали. Здесь в январе 2019 года супруга моя закрыла первый бинарный шаг самостоятельно. Условно получила свои первые 50 долларов. Почему условно? Потому что там чуть больше было. Далее за четвертый месяц мы закрыли еще один бинарный шаг. Это был февраль. Мы здесь два бинарных шага закрыли. Но здесь у нас случился большой скачок роста. В этот момент в феврале подключился к работе я. Мы начали работать с супругой вместе. И так получилось то, что с марта начиная, мы стали закрывать ранг мастера продаж два раза. И наш доход здесь составил 1760 долларов. Я помню эту величину, потому что я ее высчитывал, сколько конкретно мы тогда заработали. И начиная с этого месяца мы стали зарабатывать больше. Но это, можно сказать, исключение из правил. То есть вот это больше похоже на правила. То, что уже более сотни раз мы наблюдали в структуре. И давайте рассмотрим, сколько же у нас зарабатывают деньги те или иные мастера. Для этого нам понадобится все то, что мы рассматривали в предыдущих роликах. Во-первых, распределение прибыльного товара оборота. 44% по структуре и 20% за ранги. И наши бинарные шаги. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Первый бинарный шаг 300 тысяч групповых баллов. Второй бинарный шаг 700 тысяч. Здесь давайте уже все бинарные шаги распишем. Третий бинарный шаг 1,5 миллиона баллов. Четвертый 2,4 миллиона баллов. Пятый 6 миллионов баллов. Шестой 20 миллионов баллов. Седьмой 50 миллионов баллов. Хочу здесь сказать, что не стоит расстраиваться, если вы не можете запомнить эти значения. Лично для нас, пока мы не прошли через все эти шаги, они хорошо здесь не откладывались. Когда мы сами начали закрывать вот эти шаги, то мы стали их хорошо запоминать. Когда я начал закрывать шаги в 6 миллионов баллов, следующий шаг уже стал более реальный. А так я тоже немножко забывал, где какой шаг. Когда закрываешь текущий шаг, то следующий для тебя реальный. У нас, по крайней мере, это так происходило. В среднем, если вы агент, по текущему коэффициенту, курсу валют, то, что мы получаем, работая на российском сайте, работая с Atomirus, за бинарный шаг 300 тысяч баллов мы получаем около 50 долларов. В бинарный шаг 700 тысяч баллов мы получаем около 100 долларов. Почему я считаю в долларах, чтобы всем было понятно. Так, за бинарный шаг в полтора миллиона баллов 200 долларов. За бинарный шаг 2.4 300 долларов. 6 миллионов 500 долларов. За бинарный шаг 20 миллионов баллов мы получаем примерно 830 долларов. И за бинарный шаг в 50 миллионов баллов около 1000 долларов. Я замечу, это по текущему курсу. Этот курс, возможно, проиндексирует скоро, и все эти значения повысятся примерно на 20%. Это то, что мы можем получать за бинарные шаги, и в день мы можем закрыть один бинарный шаг. Таким образом, в месяц мы можем закрыть 26 бинарных шагов. То есть, закрывая бинарные шаги, вы можете умножить то или иное значение на 26, и это получится ваш месячный доход по вот этой кусочку прибыли. 44% прибыльного товара оборот. Это наш структурный бонус. Структурный бонус, либо спонсорский бонус, как его еще называют. Второй вид вознаграждения основной по рангам. Получается, наши 7 рангов. Давайте тоже в таком же стиле сделаем. Первый ранг – мастер-продаж. Мастер-продаж. Два раза закрываете ранг, получаете в среднем 50 тысяч рублей. Здесь в рублях уже немножко удобнее считать, потому что мы получаем эти деньги в рублях. Эти деньги тоже в рублях получаем, но мастерские их отдельно видно. Бриллиантовые мастера – это если два раза в месяц, да, мы закрываем. Это 25 тысяч рублей на два. Бриллиантовые мастера – 45 тысяч рублей. Если на два умножить, получится 90 тысяч рублей в месяц. Здесь стоит отметить, как распределяются вот эти 20%. Давайте здесь рассмотрим. 10% прибыли получают мастера-продаж. Далее. Здесь можно сделать предположение, что все остальные ранги получают тоже какие-то проценты. Это в некой степени верно. 5% от прибыли получают бриллиантовые мастера и все те, кто выше. Что это значит? Это значит, что мастер Шаронской розы получает те же деньги, что получает бриллиантовый мастер, плюс еще следующий процент. Следующий процент – это 2%. И это составляет в среднем где-то 100-120 тысяч рублей. В этих деньгах находятся вот эти деньги, плюс следующий бонус. Если это умножить на 2, то здесь получается 200-240 тысяч рублей в месяц. Стар мастер также получает те же деньги, что бриллиантовый мастер, те же деньги, что мастер Шаронской розы, и плюс свой процент. И таким образом получается, что 400-450 тысяч рублей получает стар мастер. Если это умножаем на 2, то 800-900 тысяч рублей за месяц. Что касается следующих рангов – Royal Master, Crown Master и Imperial Master. Здесь я не могу сказать точно, потому что мы еще эти деньги не получали. Но давайте рассмотрим, сколько денег может зарабатывать Imperial Master. А стар мастера получают 1,2% дополнительно. 1,2% получают стар мастера и те, кто выше. Royal Master получают 1%, Royal Master и те, кто выше. Crown Master получают 0,5% и Imperial Master получают 0,3%. Другими словами, смотрите, 5% распределяется между всеми бриллиантовыми мастерами и тем, кто находится выше по карьерной лестнице. Мастера Шаронской розы получают те же деньги, что бриллиантовые мастера, плюс 2%, которые распределяются между ними и теми, кто выше. Стар мастера и так далее. Imperial Master в итоге получает те же деньги, что получает бриллиантовый мастер, плюс мастера Шаронской розы, плюс стар мастер, плюс Royal Master, плюс Crown Master. И плюс 0,3% прибыли делится между всеми Imperial Master. На данный момент в компании проходит около 200 миллионов долларов товарооборот ежемесячный. Это примерно. Сейчас будут очень грубые подсчеты. Можно предположить, что максимальное значение, согласно законодательству РК, около 100 миллионов долларов может быть прибылью. Тогда, если 100 миллионов долларов в месяц прибыль, то 0,3% от этих денег, тыщ-тыщ, получается 300 тысяч долларов. 300 тысяч долларов могут распределять между собой Imperial Master в месяц по 150 тысяч долларов за период. На данный момент Imperial Master всего 7 в мире. И не все Imperial Master подтверждают свои ранги. Вполне возможен такой сценарий, когда только один Imperial Master закрывает ранг. Давайте его и рассмотрим. Если один Imperial Master закрывает ранг, то он как раз-таки получает здесь плюсом 300 тысяч долларов в месяц. По 150 тысяч за период. Плюс все те деньги, которые получили до него бриллиантовый мастера, мастера Шаронской розы, старый мастера, Royal Master, Crown Master. Можно, в принципе, эту формулу упростить, так как Crown Master получает также предыдущие деньги, что получали другие партнеры. Можно сказать, что Imperial Master это просто доход Crown Master плюс 300 тысяч долларов. А теперь вопрос. Сколько денег же получит тогда Crown Master? Давайте примерно посчитаем. Если 800-900 тысяч рублей это заработок Стармастера, к этому прибавляется 1%. 1% от этих денег получается это у нас 1000, 1 миллион, да? 1 миллион долларов. 1 миллион долларов делится между всеми Royal Master, Crown Master, Imperial Master. Мы не знаем, какое это количество. Пусть будет это 20 тысяч. Возьмем очень грубо. Умножаем на 2, это 40 тысяч долларов за месяц. И Crown Master тоже очень грубо, если посчитаем, 40 тысяч долларов за период, умножаем на 2, 80 тысяч долларов за месяц. Получается, Imperial Master в данной ситуации должен заработать около 380 тысяч долларов за месяц. При этом еще 44% по бинару. По бинару Imperial Master может заработать вот эти деньги ежедневно максимально. Плюс еще 26 тысяч долларов за месяц за бинары. Imperial Master это самый интересный товарищ, потому что его заработок максимально резиновый. Так как он напрямую зависит от глобального товара оборота, от глобальной прибыли и от количества людей, которые закрывают Imperial Master. В принципе, это справедливо для всех рангов. Но почему Imperial Master самый интересный товарищ? Потому что достаточно маленькое количество Imperial Master закрывают ранги каждый период. Это может быть один человек, это может быть два человека. Очень маленькая вероятность, что все семеро закроют ранги в один и тот же период. Чаще всего это один, два, три человека. Тогда доход Imperial Master можно оценивать около 400 тысяч долларов на сегодняшний день. И в моем понимании, чем дальше, тем больше будет увеличиваться доход Imperial Master. Потому что здесь хоть доход Imperial Master, он прямо пропорционален товарообороту, но зависимость не такая линейная, как у предыдущих рангов. Чем выше ранг, тем больше резиновость дохода. И это очень классно, потому что здесь видно то, что благодаря вот этой схеме подсчету выплат, максимальные ранги, более высокие ранги, они более заинтересованы уже в подтверждении закрытия рангов, чем в бинарах. Но чтобы закрывать эти ранги, необходимо помогать вашим партнерам подниматься на ранги тоже более высокие. Таким образом, опять-таки, реализован принцип, что мы помогаем нашим партнерам. С Imperial Master разобрались, теперь давайте посчитаем, сколько зарабатывают остальные ранги. Если мастер продаж зарабатывает в месяц 50 тысяч рублей за свои ранги, за два раза закрытие мастер продаж, то сколько по бинарам он получит? В среднем это будет около 800 долларов, то есть плюс 800 долларов, 800 долларов, это у нас сколько? 7,8, около 60 тысяч рублей, да еще? Мастер продаж в среднем около 110 тысяч рублей должен зарабатывать. Есть такой термин автоматический мастер продаж. Это тот мастер продаж, который закрывает свои ранги два раза в месяц, уже более-менее естественно. Вообще, это звание, на самом деле, такое условное звание, которое в компании существует, и в компании даже дают брошку, чуть-чуть поменьше, чем эту, но тоже красивую брошку автоматическим мастерам продаж. Чтобы стать автоматическим мастером продаж, необходимо 12 раз в течение календарного года закрыть мастера продаж. Бриллиантовые мастера, они, скорее всего, будут закрывать шаги уже по 700 тысяч и по полтора миллиона баллов, по 100 или по 200 долларов зарабатывать. И если они два раза в месяц закрывают, то в среднем можно посчитать, сколько это будет денег. Так, это где-то около, давайте посчитаем, если 90 тысяч рублей, это у нас примерно 1200-1300 долларов, да? И плюс автоматический бриллиантовый мастер должен около 3000 долларов примерно получать по бинарам. 3000 долларов, это у нас в среднем 225 тысяч рублей. Около 300 тысяч рублей должен зарабатывать в месяц автоматический бриллиантовый мастер. 90 тысяч за ранги и 210 тысяч за бинары. Это примерные значения. Что касается мастера Шаронской розы, то здесь уже шаги должны закрываться по 2,4 миллиона практически ежедневно. Если у вас закрывается ранг два раза в месяц, то это получается 300 умножить на 26 умножить на 75. Это где-то 600 тысяч рублей за бинары. В сумме здесь получается где-то 800 тысяч рублей должен зарабатывать мастер Шаронской розы, кто два раза в месяц закрывает ранг. Что касается стармастера, то здесь уже заработок будет побольше. Здесь уже по 500 долларов закрываются бинары. Это в среднем около миллиона рублей. От полутора до двух миллионов рублей в среднем должен зарабатывать стармастер. Так, давайте на этом остановимся. И подчеркнем, что мы здесь высчитали. Мастера продаж в среднем должны зарабатывать 110 тысяч рублей в месяц. Получается 50 тысяч это за ранги и 60 тысяч это за бинары. Это так, по минималке мы посчитали. Бриллиантовые мастера, кто уже два раза в месяц закрывает ранг, около 300 тысяч рублей должны зарабатывать. Из них 90 тысяч за ранги. Получается 200-210 за бинары. Мастера Шаронской Розы должны зарабатывать около 800 тысяч рублей, если два раза в месяц не закрывают ранг. Из них 600 тысяч это бинары и 200-240 тысяч это за ранг. Что касается стармастера, то полтора-два миллиона рублей в месяц должен быть доход стармастера. Вот примерно так выглядит реально заработок компании и до этого заработка может дойти каждый человек. Очень важно понимать, как все это считается, поэтому я вам это все и рассказываю. Если что-то из этого вам интересно или непонятно, у вас появились или остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Мы ответим на все вопросы по мере возможностей. И если вы этого еще не сделали, обязательно подписывайтесь на наш канал. Мы будем проводить интересные акции для вас. Ставьте лайки и обязательно вы станете империал-мастером. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!